Прямо сейчас из Москвы доносятся все более тревожные, а иногда и откровенно истерические звуки по поводу предстоящего наступления в СУ, которое в общем предсказуемо и более того, прямо или косвенно анонсировалось. Сам факт неизбежности этого наступления не просто не скрывался, он выносился на первые строчки прессы, и поэтому ни о какой стратегической внезапности речи быть не могло в принципе. Просто вспомним о том, как Украина давала заявки на вооружение как раз наступательного характера и многократно акцентировала внимание на то, что без тех или иных видов вооружений и соответствующего количества нужных боеприпасов его будет сложно осуществить. Все помнят о том, как генерал Залужный говорил, что стоит в 84 километрах от Мелитополя, и для того, чтобы пойти вперед и покрошить рашистов, ему нужно 300 современных танков. Это как раз один из таких штрихов, которые сделали набросок неизбежного наступления. Причем это заявление было от первого лица, а не речь, говорящей шляпы, которые любят рисовать на салфетке фрагменты тела, а потом дорисовывать крылья и показывать, что это самолет. Все подумали, что он выбьет самолеты, а на самом деле он показал самолет, на котором зеленый коллега Тищенко улетел отдыхать в Таиланд. Поэтому слава Залужного стоят намного больше, чем болтовня этих бестолковых вредителей. Ну а дальше пресса опубликовала фото танков, БМП, БТР и другой бронетехники, которая идет в Украину. И практически ничего из этого еще не попало на поле боя. Отсюда любой сделает вывод о том, что все это как раз и предназначено для обеспечения наступления. Ну а более внимательные или настойчивые по определенным признакам увидят динамику приближения начала. Тем более это видят и понимают торки, особенно различные деятели, которых принято называть военкорами или чем-то подобным. Московцы прекрасно понимают волнообразность процесса ведения боевых действий. Любому наступлению предшествует фаза концентрации для обеспечения плана, а его выполнение или невыполнение обусловлено тем, чего удалось достичь после того, как эти средства были израсходованы. Да, наверное, можно оперировать еще и какими-то резервами, но основную работу должны выполнить непосредственно предназначенные для операции войска. И вот когда все это израсходовано или потеряна основная часть сил, а цель достичь не удалось, волна идет на спад, и наступающая сторона переходит к обороне, в надежде на то, что удастся накопить еще один комплект для того, чтобы организовать очередное наступление. В таком случае, когда наступление выдыхается, противнику необходимо вынудить оппонента растрепать силы, которые тот, возможно, собирает для своего наступления. Ведь всем понятно, что момент, когда наступающая сторона выдыхается, лучший для контрнаступления. Он израсходовал силы и средства, очевидно, что понес крупные потери, измотан боями, а кроме того, для обороны нужны другие навыки, которыми штурмовые части могут и не обладать. Ну а тот, кто вчера оборонялся, как раз и должен был заниматься созданием атакующей формации. То, что дело обстоит так, понятно всем, и расистам в первую очередь. И потому они как раз и пытались вынудить ВСУ ввести в бой даже не резервы, а часть наступательной группировки войск, если не все ее, для удержания позиций в тех же Бахмуте, Углидаре, Марьинке, Авдеевке и в районе Кременной. Но по заявлениям самих представителей противника, ничего из этого сделать не удалось. И это первая причина нервозности Москвы. Ведь они понимают, что зимнее наступление должно было привести к прорыву нашей обороны и стремительному наступлению вглубь подконтрольной территории с тем, чтобы нарушить логистику всей восточной группировки войск ВСУ, которая держит северо-западную часть Донецкой области и тем самым выполнить задачу, поставленную Путиным. Но, как минимум, противник намеревался продвинуться вперед хотя бы на участке Бахмут-Углидар, для того, чтобы обеспечить железнодорожное сообщение с направления Волновахи до Мелитополя, чтобы иметь нечто вроде ЖД-Рокады, которая соединяет оккупированные территории Ордло и Крыма, обеспечивая переброску сил, так как это привыкли они делать. Ну а совсем ниже минимума это как раз и была задача, направленная на втягивание ВСУ в оборонительные бои, чтобы вымотать ресурсы и сделать невозможным наступление. Так вот, в итоге за все время зимней кампании не удалось достичь даже выполнения задачи ниже минимума. А раз так, то очевидно, что ВСУ могут действовать в наступлении так, как это было запланировано изначально, потому что все ресурсы для наступления удалось сохранить. Понимая такой расклад, Кремль обоснованно нервничает, ситуация самым естественным образом переходит в самую опасную для них фазу, когда они вынуждены обороняться, а ВСУ будут наступать. И тут имеется второй слой опасений, которые прямо никто не озвучивает. Дело в том, что умение организовать оборону, продемонстрированное ВСУ, уже пошло в учебники современного военного искусства. То есть в оборону мы сейчас умеем лучше, чем кто бы то ни было в мире. И кому, как не противнику, это известно лучше всего. Даже мясные волны из вагнеров и чмобов, которые никто не считал и жгли просто тысячами, не принесло желаемого результата. Но и в наступлении наши военные показали себя так, что противнику от этого стало зло. Дело даже не в том, что под Изюмом и Балаклеей российские оккупанты потеряли огромное количество материальной части, а в том, что ВСУ наступали не так, как это привыкли делать они сами. Кремлевцы обнаружили, что наши военные используют совершенно другие тактические приемы, но главное показывает слишком высокую дисциплину даже на уровне отделений и взводов, что говорит о мощном сержантском каркасе, который удалось создать с 2014 года. Поэтому небольшие тактические группы действуют настолько эффективно, что многие деятели, посчитав соотношение сил в Изюмской операции, просто схватились за голову. Но и это еще не все. Высшее командование ВСУ тоже показало неведомую балалайкам степень профессионализма. В той же операции наши войска вполне могли бы пройти еще километров пятьдесят, а то и больше в сторону Луганска. Перед ними уже было чистое пространство, но они были остановлены, исходя из здравого смысла. К моменту остановки наступления были израсходованы все ресурсы на операцию. Даже при минимальных потерях личного состава и техники группировка уже не могла эффективно обеспечивать свои фланги, а ведь левый фланг упирался в границу с федерацией. А мы же помним эпопею сектора Д в четырнадцатом году, когда во фланг нашей группировки, которая уже вышла к Саурмогиле, ударила артиллерия противника из Ростовской области. Желательно учиться на чужих ошибках, но на своих это делать просто обязательно. Кроме того, были израсходованы запасы боекомплекта и топлива, и логистические линии растянулись намного сильнее, чем наличными средствами их можно было бы поддерживать. Так что каким бы ни был соблазн двинуться дальше, войска остановились, показав здравый смысл и высшую степень дисциплины. А ведь здесь мы описываем всего один вариант наступления, где была активная фаза. Уход противника из северных областей Украины на самом деле был бегством, и поэтому они сделали все с точностью до наоборот, по сравнению с нашими войсками, которые остановились перед Сватова. Они растянули свою логистику до такой степени, что даже в штатном режиме она перестала справляться с поставленными задачами, а наши военные не дали ей работать штатно и просто пресекли огневым воздействием. А кроме того, противник обнаружил, что операция была спланирована тупо, без обеспечения прикрытия флангов группировок, и наши военные намного меньшими силами и практически подручными средствами сумели их наказать. Акт доброй моли, а фактически бегство, был обусловлен суровой реальностью. Тогда ВСУ просто не имели достаточных сил для того, чтобы замкнуть в котлах ударные группировки врага. Но он понял, что двигаться дальше уже не сможет, а на фоне мобилизации, которые проводили ВСУ, вопрос формирования сил для оформления котла уперся только в довольно небольшое количество времени. Если бы они простояли дольше, то им уже не дали бы выйти. Поэтому они собрали то, что могло ехать своим ходом и бежали. А наших сил хватило только для того, чтобы потрепать врага в арьергардных боях. Все остальное враг бросил, и тогда ВСУ получили первые значительные трофеи, которые пригодились позже. Примерно то же самое повторилось и с Херсонской группировкой. В определенный момент противник пришел к выводу, что не сможет обеспечить снабжение правобережной группировки. ВСУ постепенно сформируют полукольцо, прижав оккупантов к Днепру, и начнут уничтожать ее по частям. Но это уже будет чистый убой и ничего другого. И тут мы напомним о том, что на правом берегу оккупанты развернули довольно мощную фортификацию, а о том, сколько они влили бетона вокруг Херсона, уже ходили легенды и рассказывали, что они там намерены устроить второй Сталинград. Но все мы помним, как все сложилось. Орки были вынуждены бежать, а наши военные не могли окончательно разорвать логистику. Основная линия снабжения шла по дамбе Каховского водохранилища. Ну и все мы помним, как враг устраивал нечто вроде понтонной переправы вдоль Антоновского моста, который хаймарсы превратили в сито. Если отталкиваться от точки зрения постороннего наблюдателя, то вариант севера Украины и правобережной Херсонщины выглядит как высший пилотаж военного искусства. И вот почему. Просто представим, что противник закрепился бы в каждом населенном пункте от маленького хутора до областного центра наподобие Херсона, откуда его пришлось бы выбивать штурмовыми действиями, как это он сам пытается делать в Бахмуте, Углидаре, Марьинке или Авдеевке. Как ни крути, а бой на короткой дистанции в жилой застройке всегда будет более вязким и будет стоить больших потерь личного состава. Это потому, что там очень сложно применить бронетехнику в значимых масштабах и артиллерию. Это потому, что противоборствующие стороны разделяет всего пара десятков метров и надо обладать ювелирными средствами поражения большого калибра или все оставлять на откуп стрелковым боям и тем средствам, которые бойцы могут носить с собой и применять, четко видя противника. Что такое упереться в стену, расисты уже видели в Северодонецке и сейчас наблюдают в Бахмуте и остальных точках своего наступления. Штурм подготовленных позиций силами пехоты, заведомые, запредельные потери личного состава. И как мы сейчас наблюдаем, даже это не дает гарантии успеха. Отсюда следует, что вынуждение противника бежать даже с укрепленных оборонительных позиций это высший пилотаж. А вот угроза окружения и перерезания логистики как раз и является тем фактором, который вынуждает противника отступать. В общем, если они бегут, опасаясь окружения и потом методичного разгрома в котле, это хорошая работа. Если обратиться к дневникам начальника штаба сухопутных войск Третьего Рейха Франца Гальдера, то там можно найти с десяток сюжетов, где Гальдер описывает окружение советских войск в первые недели войны. И вот в этих описаниях явно прослеживается дихотомия. С одной стороны, Гальдер отмечает, что количество войск, оказавшихся в котлах, поражает буквально все военное руководство вермахта, но с другой стороны, оформление котла, а потом его сжатие, дробление, уничтожение, прямо влияло на темп наступления, потому что эти мероприятия требовали сил, которые изначально были расписаны на наступательные действия, а не на вырубку массы на одном месте. Поэтому то, что противник бежит, опасаясь оказаться в окружении, хорошо и в этом плане. Наши войска продолжают движение в заданном темпе, и им не приходится распылять ресурсы на ликвидацию локальных очагов сопротивления. Ну а если вспомнить о том, как описывались оборонительные сооружения, которые орки нагородили в пригородах Херсона, то все описанные выше усилия следует умножить на два или три. Но он ушел сам. Понимая, что Антоновский мост может быть разрушен в любой момент, и что пока можно уйти на левый берег Днепра в районе Каховской дамбы, надо это делать немедленно. Между прочим, то, за что проклинают руководство рашистов, быстрое отступление на севере и с левого берега, на самом деле правильное и оправданное решение. Просто удивительно, что это было таки принято. То есть там кто-то еще умеет считать ресурсы и то, что можно ими сделать, а чего нельзя. Кто-то там однозначно понял, что позор бегства будет не таким глубоким, как позор уничтожения войск в котле. Просто там не привыкли получать по сусалам и бежать. По крайней мере, они этого так масштабно не делали со времен Второй мировой войны и теперь вынуждены учиться этому с ноля, хотя скрепы это не позволяют делать никоим образом. А вот изюмская операция была несколько другого вида. Очевидно, что там наши военные не рассчитывали на такой успех в плане глубины прорыва фронта и наверняка планировалось окружение как можно большего количества войск противника в районе изюма и балаклеи с целью уничтожения окруженных войск. Но когда фронт провалился и появилась возможность одним рывком выйти на позиции за северским донцом, было принято это решение и поэтому пешему орку удалось уйти. Силы, которые должны были сформировать классические внутренние и внешние кольца были использованы для того, чтобы уйти вглубь тылов намного дальше, чем это планировалось изначально. Но из-за того, что ресурсы были приготовлены не для глубокого рейда, а для окружения и ликвидации войск в котле, то рейд оказался ограниченным ресурсами. И если бы войска не остановились там, где мы их видим сейчас, то мы бы получили очень растянутую логистику, даже при условии того, что мы имели запасы всех видов довольствия и их просто надо было бы переместить ближе к новой линии фронта. А чем ближе войска подходили бы к условной линии Луганск-Горловка, тем ближе мы бы оказались к местности, которая имеет разветвленную ЖД-сеть, где противник мог бы достаточно быстро перемещать войска, технику и все необходимое снабжение. То есть нам надо было подтянуть свои тылы так, чтобы иметь точку опоры для дальнейшего движения на юг. Но окружение вражеской группировки не случилось. И вот здесь все приведенные плюсы обнажают один крупный минус. Все те войска, которые рашисты отвели с севера Украины, а потом из Харьковской области и, наконец, с Левобережной Херсонщины отправились не домой, а были переброшены на другие участки фронта. А с учетом того, что в результате этих отходов линия фронта сократилась, то противник уплотнил этот фронт своими войсками, которые не оказались в котлах. Все это указывает на крайне важный момент уже стратегического характера. В Кремле уже однозначно поняли, что цели, поставленные накануне, широкомасштабного вторжения уже не удастся достичь. А раз так, то рационально было бы свернуть боевые действия и выйти хотя бы на исходные рубежи по состоянию на 23 февраля 2022 года. Но они этого не сделали. Они сузили линию фронта, частично перешли в оборону, но даже не собираются уходить. А значит, надеются на то, что им удастся скопить силы и средства для продолжения войны с изначально поставленными целями. А такая постановка вопроса диктует цели для наступления ВСУ. Теперь мы точно знаем, что даже выдавив противника с нашей территории до границ 91-го года, мы не закончим войну в принципе. Самым тупым решением, которое только можно придумать в данной ситуации, было бы подписание какого-то перемирия после изгнания врага. Тут надо понимать, что Москва, не задумываясь, подотрется этой бумажкой так же, как подтерлась кучей конвенций, меморандумов и договоров, подписанных раньше. Надо четко понимать, что враг будет делать все для того, чтобы усыпить бдительность и под разговоры о мире готовиться к новой войне и, между прочим, не прекращая обстрелов нашей территории. Они легко придумают причины, по которым это делают, ведь они сейчас рассказывают о том, что Украина не хотела с ними сотрудничать и поэтому те были вынуждены на нас напасть. Это говорит не отморозок соловьев, а отморозок лавров, а это совсем другой сорт отморозка, поэтому все подобные вещи следует воспринимать как неотъемлемую часть их военных планов и не более. Таким образом вырисовывается цель наступления. Похоже на то, что это должно быть что-то в стиле изюмской операции, но в этот раз должно хватить и сил для того, чтобы не остановиться на полпути из-за ограниченности ресурсов. И как следует из разных источников и из того, о чем шла речь на последних Рамштайнах, это уже или сделано полностью, или в общих чертах. И сейчас идет завершение этого процесса. То есть нам впервые предстоит не просто выдавливать противника с оккупированной части Украины, но и нанести ему максимальный урон так, чтобы он в принципе лишился возможности делать то, что он делал все время вторжения, начиная с 2014 года. И вот тут начинается чистая теория, которую ВСУ пишут, пусть и не с чистого листа, но однозначно не так, как об этом привыкли думать современные военные теоретики. Ведь если посмотреть на крупные военные операции, сторонами которых были регулярные армии, то главной задачей начальной фазы боевых действий являлся захват господства в воздухе. Так выглядели обе войны в заливе, так было в Ливии и Югославии. А если взять более ранние примеры, то таким образом поступил Израиль в своей войне сразу на несколько фронтов против Сирии, Египта и Иордании. Но в нашем случае ВСУ показали, что способны вести успешные боевые действия без достижения такого господства. Однако все приведенные выше примеры укладываются в некий стереотип, который устоялся и воспринимается как аксиома. На самом деле понятие господства в воздухе имеет прикладное значение. В конце концов, небесные баталии ведутся всего лишь для достижения двух целей. Первое, авиация должна получить возможность атаковать наземные цели противника или перебрасывать по воздуху свои войска. Второе, не дать противнику атаковать наземные силы и, соответственно, сделать невозможным переброску войск по воздуху. Ведь история имеет и другие примеры. Так мы позже вернемся к войне Франции в Индокитае отдельно. А сейчас только заметим, что одной из самой знаменитой битв той войны была битва при Дьенбенфу. Мы как-то рассказывали о ней подробно, а тут только отметим, что в этом населенном пункте французы создали свою цитадель для осуществления неоколониальной экспансии. А для того, чтобы военные могли выполнять свои задачи, личный состав был сформирован из элитных десантников и бойцов иностранного легиона. И вот свои цели они достигали, опираясь на полное и безусловное господство в воздухе. Штурмовики и бомбардировщики просто выжигали напалмом, а кроме того самолеты транспортной авиации осуществляли логистику группировки из Ханоя. Но очень быстро повстанцы провели две дерзкие акции, которые выполняли исключительно пехотные подразделения, и в результате им удалось уничтожить почти все транспортные самолеты на аэродроме Ханоя и плюс к тому повредить взлетно-посадочную полосу самой базы Генбьенфу, и логистика была нарушена. Посадка транспортников стала невозможной, а их количество недостаточным, и в результате повстанцы вымотали гарнизон до такой степени, что тому пришлось сдаться. Элита французской армии была разгромлена повстанческой самодеятельной армией. А все потому, что авиация не смогла выполнять свои функции для поддержки сил на земле. Отсюда следует, что господство в воздухе можно достичь уничтожением самолета противника в воздушных боях или сделать невозможным их применение на поле боя. С другой стороны, даже не имея своей авиации, можно перераспределить ее обязанности на другие силы и средства, например, артиллерию. И вот сейчас мы видим, что даже тем небольшим количеством самолетов ВВС наши военные таки смогли свести к минимуму применение вражеской авиации. Это было достигнуто как работой наших истребителей, так и другими средствами. Так, плотность ПВО, причем современных моделей, у нас растет стремительными темпами. И если наши зенитчики показывают отличные результаты в работе по сложным целям, наподобие низколетящих небольших крылатых ракет, то крупные самолеты уже просто не могут работать в глубине нашей территории. Вернее, могут, но недолго, и поэтому они не способны выполнить весь комплекс авиационных задач, которые ставятся в режиме «господство в воздухе». Проще говоря, вроде бы и самолеты есть, и боеприпасы, а господство нет. Мне сложно вспомнить прецедент, когда в масштабной войне регулярных армий кому-то удалось бы вывести из игры авиацию противника таким образом. А ВСУ это удалось. Но, как следует из сказанного выше, это половина дела, а вторая половина выполнять задачи по уничтожению наземных целей, которые обычно берет на себя авиация. И здесь ВСУ тоже показывают такое, чего до них в таком объеме никто и никогда не делал. Подавляющее большинство важных целей, таких как склады топлива, боеприпасов, командные пункты, узлы связи, важные логистические объекты уничтожаются силами артиллерии, дронов и ракет наземного базирования. Так, пришло сообщение о том, что наша ракета взорвалась в районе Феодосии. Как обычно, там пишут о перехвате ракеты средствами ПВО, но тут есть пара моментов. Точка запуска, по словам тех же вражеских источников, находилась на расстоянии более 400 километров. Кроме того, перехват в районе Феодосии выглядит странно. Ракета пролетела практически над всем Крымом с запада на восток, а поразить ее смогли только над Феодосией. И потом, нет видео момента перехвата, что может означать, что ракета таки попала в нужную цель, а противник, как всегда, врет. Но если мы уже уверенно работаем на таком расстоянии, без применения самолетов, то это значит, что функции авиации уже успешно распределены по другим поражающим средствам. А раз так, то ВСУ условно выполняет режим господства в воздухе, но совершенно необычными средствами и так, как этого никто не делал. Но и это еще не все. Как-то очень кстати в сеть ушли кадры тренировок наших летчиков на американских штурмовиках А-10. Никто не знает о том, где и когда снято это видео, тем более, сколько летчиков и с какой целью учились летать на них. Но известно о том, что несколько недель назад в Европу была доставлена партия А-10, а дальше тишина. Что бы это могло значить, не беремся судить, но если эта птичка будет замечена в нашем небе, то это многое изменит. Ну а вывод прост. Нашим военным предстоит написать еще одну крайне инновационную главу в теорию военного искусства. Похоже на то, что цели поставлены не вполне обычные, а средства и способы их достижения совершенно неведомые даже профильным специалистам. И да, стонущие сейчас расистские военкоры наверное даже не представляют насколько слабыми и вялыми являются их опасения. Реальность будет намного более яркой как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. «Музыка» 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 «Музыка»